Иисус Христа Святое благовествование от Иоанна в Библии начинается так Вначале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Дух Святой, который во мне, он говорит, что мне сказать нужно Он мне подсказывает И я цитирую Писание Имеющий уши, да услышит Имеющий глаза, да увидит Поэтому как по-другому можно воспринимать этот стих? Как по-другому? Другое дело, если вы не верите в Священное Писание Если вы вообще глубокий атеист Это опять же ваше право Но я хочу ободрить людей сегодня Именно ободрить, сказать, что Господь любит всех И несмотря на последние, они не закончились еще те сюжеты По поводу Конституции, по поводу псевдоинфекции и всего остального Они будут продолжены Потому что мне есть еще что сказать То, что было мне сказано Я обязательно должна это озвучить Но сегодня не об этом И сегодня я хочу рассказать вам следующее Давно, не знаю, может быть, 20 Может быть, я не знаю, не важно Но давно Когда я прочитала Ой, я уже закрыла Сейчас я найду Когда я прочитала первый раз По поводу покрывала Что в церкви мы должны покрывать свою голову У меня как бы сразу же возник ответ Он возник сразу Какие-то вещи Я не сразу, допустим Открывается мне истина А какие-то вещи Сейчас я открою 1 Коринфянам 11 глава А какие-то вещи Открываются гораздо позже И не потому, что Как бы вот, ну вот, наконец пришло время А именно потому, что нужно усердно молиться И читать Писание Оно откроется быстрее А я этого просто не делала А вот в последнее время Я много уделяю этому внимания Поэтому Господь не открывает То есть как потопаете Так и полопаете Так вот Люди мне задают вопрос Наташа, почему вы Верующий человек Вы христианка Себя, по крайней мере, так называете Почему вы не покрываете голову? То есть если вы, значит, считаете Что вы есть церковь Вы есть храм Бога Живого Почему вы не покрываете голову? Я не считаю Я являюсь храмом для Господа Потому что так написано в Библии Ибо не знаете, что вы есть храм Божий Я вам сейчас цитирую Библию Это не я сказал Это Бог сказал Я вам только лишь передаю Что мы действительно Я являемся храмом Божьим А почему голову не покрываю? Потому что мне Господь не завещал Покрывать ее иначе, чем Как волосы Которые от природы даны Были женщины И я уверена, что Когда Он сотворил Еву Она не была лысая Она была наверняка С очень длинными волосами Которые и наготу прикрывали Как-то вот все То есть украшали ее Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава А, да, еще вот что Люди, понимаете, ну нельзя Мы же неправильно с вами поступаем Если вы берете один стих Из какой-то главы И опираетесь на него Не читая всю главу Не понимая, вообще не прочитав Что об этом говорили пророки То есть у вас идут параллели Параллельные ссылки Что это такое? Ну давайте я сейчас поднесу вам Библию И покажу Прям покажу Как это выглядит Чтобы вы понимали О чем идет речь Вот смотрите Вот священное писание Вот я читаю 11 главу 1 Коринфянам Но вот здесь в серединочке В серединочке Здесь даются ссылки Об этом же Об этом же, о чем написано в этой главе Но в других местах священного писания То есть если мы здесь читаем И всякая жена молящаяся Или пророчествующая С открытой головой Постыжает свою голову Ибо это тоже Как если бы она была обритая То же самое мы можем найти В 24 главе римлянам В 23 главе 1 Коринфянам Об этом же То есть об этом же Вот таким образом Вы изучаете писание Господь все для нас сделал великолепно Все сделал замечательно Либо обращайтесь к симфонии Это очень удобно Если мы возьмем Ну нельзя вырывать Просто один стих из контекста Ну это просто глупо Это не мудро Это не мудро Итак Давайте прочитаем 11 главу Будьте подражателями мне Как я Христу Пишет апостол Павел Я хвалю вас, братья, что вы Все мое помните И держите предание Так, как я передал вам Хочу также, чтобы вы знали Что всякому мужу Глава Христос Жене Глава муж А Христу Глава Бог Всякий муж Молящийся Или пророчествующий С покрытой головой Постыжает свою голову И всякая жена Молящаяся Или пророчествующая С открытой головой Постыжает свою голову Ибо это тоже Как если бы она была Обритая Теперь Давайте с вами Поразмышляем Постыжает свою голову Я здесь же В этой главе В 11 Все христиане Очень хорошо знают 1 Коринфянам 11 глава Которая нам рассказывает О Тайной вечере О причастии Хотя слово Конкретно Слово причастие Прямо причастие В Библии Нет такого слова Именно причастие Но я сейчас не об этом Но именно в этой В 11 главе Рассказывается о том Как Что Господь нам оставил Это очень серьезная тема Очень глубокая тема Хотя я вчера тоже И это окончательно поняла Но будет время Придет время Господь сказал Ты поделишься Но не сегодня Сегодня есть вопрос такой И ты расскажи об этом То что я оставил Людям в Священном Писании И как это нужно понимать И вот Если мы говорим с вами Что хлеб всему голова Идет Есть такая поговорка В мире Хлеб всему голова То есть что значит Это и напрямую Мы с вами бережем хлеб Не разбрасываемся никогда Никакой крошечкой Я уже давно Я даже в раковину Не стряхиваю крошки Я их на подоконник Птицам отдаю Либо все-таки в ведро Потому что вывезут потом И птицы там на полигоне Склюют эти крошки Но здесь глубже гораздо смысл Не просто семантический Вот хлеб Который мы с вами кушаем Ибо это основной продукт Который насыщает нас Это именно Слово Божие Это именно Слово Божие Ибо Слово было у Бога И Слово было Бог Именно Слово Хлеб То есть постыжаете голову Голова всему Понимаете То есть идет посрамление Самого Господа Посрамление Его Слова То есть это не угодно Ему Он создал женщину Чтобы она не ходила бритая Чтобы она не ходила Там с ежиками Все Это лишь только дьявольские Подбрасывания Дань моде Которая нам понятно Навязывается Этим миром Этим блудом Этим грехом А Бог создал Прекрасное покрывало Женщине Потрясающее покрывало Это ее волосы Другое дело Когда мужчина Молится Господу Общается с ним Он действительно постыжает Он действительно постыжает Потому что Господь создал мужчину Мужчина Он как написано Всякому мужу Глава Христос Глава Опять же Глава Голова Начальник То есть почему Постыжают мужчины С покрытой головой То есть покрытая голова Это не головной убор Это не головной убор Покрытая голова Это волосы Но именно Той длинны И то как должно быть У мужчин Ну как бы Каноны Знаете Вот такие каноны Определенная Какая-то вот длина Потому что я уверена Что у самого Иисуса Когда он был на земле И у его У его апостолов Наверняка не были Бобрики там Или еще что-то там Какие-то модные стрижки Наверняка тоже были Волосы Но может быть Вот так как-то Но извините Не так что в косы Уже и в хвосты Что я не могу Совершенно понять Мужчина это или женщина Да еще с женоподобным Совершенно Женоподобной внешностью Вообще не различишь Здесь вот о чем Речь идет То есть они не должны Быть длиннее Чем положено Чем положено То есть когда Мужчина Я так понимаю Что если мужчина Отращивает специально Волосы Это Богу не угодно А вот когда женщина Стрижет себя Вот так вот Это тоже не угодно Богу Но никак не косыночка Но никак не косыночка Получается слово Обряд Это обряд Это стопроцентный Обряд Который был Навязан человечеству Православной церковью То есть они Берут писание Читают писание Трактуют его так Как им угодно То есть а то что дальше Написано Если мы дальше прочитаем Опять же взяли Вырвали Покрывают голову Ага Надо значит покрыть А покрыть чем Ну косынкой для женщины Самое удобное Покрывала Косынкой Пускай значит косынкой Их там так много косынок И если вы придете И вы не захотите покрыть Вас там извините И побреют И обреют И выставят вас Потому что Это нельзя Это нельзя То есть люди Трактуют писание Так как им удобно Так как им угодно А дальше то Если мы прочитаем Ибо если жена Не хочет покрываться То пусть и стрижется А если же не стыдно Быть остриженной Или обритой Пусть покрывается И так муж Не должен покрывать голову Потому что он Есть образ И слава Божия А жена Есть слава мужа Ибо не муж от жены Но жена от мужа И не муж создан Для жены Но жена для мужа Посему жена И должна иметь На голове Своей Знак Власти Над нею Для ангелов То есть понимаете Ангелы тоже Они не разбирают Уже Они не могут понять Они не могут понять Кто это Женщина Это или мужчина Знак Для ангелов Как ангелы будут Защищать нас Женщины Милые Если вы Лысые Бритые И всякие разные Они так и подумают Что это не женщина Рассудите сами Прилично ли жене Молиться Богу С непокрытой головой Не сама ли Природа Учит вас Природа Учит вас Почему мы не читаем 14 стих А мы читаем Только 5 И всякая жена Молящаяся Или пророчество С открытой головой Постыжает Свою голову Почему Читаем 5 Но не читаем 14 Не сама ли Природа Учит вас Что если муж Растит волосы То это Бесчестие Для него Но если Жена Растит волосы Для нее Это честь Так как Волосы Даны ей Вместо Покрывала А если бы Кто захотел Спорить То мы Не имеем Такого обычая Ни церкви Божией Но предлагаю Сие Не хвалю вас Но вы Собираетесь Не на лучше Но вы Собираетесь Не на лучше А на худшее То есть люди Собираются Не на лучше Апостол Павел Передает Слова Бога Потому что Он смотрит Что людям Самое главное Понимаете Не воздать Всю славу Господу Не покаяться Не попросить У него Помощи Прощения Не попросить У него Мудрости Самое главное Косынку на себя Надеть Самое главное Вот Косынку Я надену А может быть Под косынкой Я и бритая Там стоит Женщина А может быть Еще чего-нибудь Чего-нибудь Но самое главное Простите Но самое главное Надень косынку И апостол Павел Пишет А если бы кто Захотел спорить То мы не имеем Такого обычая Не церкви Божией То есть они Не имеют Такого обычая Именно обычай Но предлагая Сие Не хвалю вас Что вы собираетесь Не на лучше А на худшее На худшее То есть Богу Это не угодно То есть это В пустую Потрачено время Зачем Зачем Само слово Обряд Обряд То есть Все встают В один ряд Об этот же ряд Притыкаются Сами себя Обрежают То есть нужно Обрежаться В броню веры Нужно себя Полностью Заключить В то что Я верю В Бога Мне Бог Дал писание Зачем я буду Надевать эту косынку Зачем И сколько раз Мне писали Вы люди Дорогие Мои подписчики Наташа Подстригитесь Наташа Подстригитесь Наташа Подстригитесь Никогда У меня не было Такой мысли Чтобы я взяла И остригла Свои волосы Да Они сидеют Да Они редеют Но они мои Они мои Они мне от природы даны И пока Есть у меня Возможность Ухаживать за ними Другое дело Когда человек Допустим Мама у меня Их подстригают Потому что Заболевание Заболевание Тяжелое Там все это Ухаживать сложно Но вот сейчас Я уже не буду Маму подстригать Закончилось То время Когда ее Подстригали Понимаете Бог хочет Чтобы мы Не шли Не выстраивались В ряд Бог ждет От нас Личности Личности Ждет От нас Он хочет Чтобы Как он Создал нас По природе По образу И подобию Божьему Так мы и жили Он хочет От нас Мудрости Он ждет От нас Правильных Решений Он ждет От нас Правильного Трактования Священного Писания По поводу Того Что Батюшки Там отращивают Там борды Отращивают Там есть Определенная Категория Людей Которые Дают обеты Но Я сейчас Не об этом Если вам Эта тема Интересна Вы сами Вы сами Почитайте Вы сами Посмотрите Сами Порассуждайте Я сейчас Конкретно Взяла И я не хочу Учленять Этот один Пятый Стих Я зачитала Вам Половину Одиннадцатой Главы Половину Одиннадцатой Главы Которая Нам рассказывает О том Как нужно Поступать Относительно Платочков В церкви Это не Есть хорошо Бог Через апостола Павла Нам сказал Ну Ваше Понимаете Уже Ваше Решение Принимать Эту сторону Божью Сторону Либо Не принимать Все Вам дано Понимаете Нам дана Воля Слава Богу У нас есть Воля Воля Принять Либо Не принять Поэтому Воспользуйтесь Воспользуйтесь Этими Мыслями Воспользуйтесь Почитайте Сами Подумайте Об этом Подумайте Я только По этой причине Именно По этой причине Что обрядовость Вот эта Она Перешкаливает Просто Зашкаливает Все это Я приводила Массу Вам примеров Я рассказывала Есть очень много Сюжетов По поводу Того Что Богу Это противно Ему неприятно Это Ему неприятно Ему больно На это смотреть Поэтому Я не хожу В православный храм Я не хожу туда Если мы являемся Храмом Божьим Пусть я не всегда Права бываю Бог меня обличит Для этого мне Не обязательно Ходить куда-то Он мне скажет Я его слышу Я покаюсь Я покаюсь Перед любым Перед человеком Если я не права Я послушаю христианина Который Опираясь на библейский стих Скажет Чтобы мне Не осквернить Духа Святого Который живет во мне Будьте благословлены Всего вам доброго Да будут благословлены Ваши близкие Ваши дети Ваши друзья И да услышите вы меня Во имя Нашего Господа Спасителя Иисуса Христа Аминь Субтитры создавал DimaTorzok